Любое великое дело начинается с малого. Так и любовь к родному городу начинается с заботы о своем подъезде, доме, микрорайоне. Сделать малое дело легко и в то же время сложно. Для этого необходимо проявить инициативу, а главное – организовать соседей. В 2013 году в Череповце началось активное развитие территориальных общественных самоуправлений, а в простонародье ТОСов, объединяющих активных и неравнодушных жителей, которые стремятся сообща решать проблемы своего дома, улицы, микрорайона. Территориальное общественное самоуправление ТОС – это самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории города для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. В некоторых вопросах не стоит ждать помощи, можно и нужно брать дело в свои руки. Естественно, при кооперации с органами местного самоуправления. Сегодня в Череповце уже немало примеров успешной совместной работы активного населения и власти. ТОС благоустраивает территории, решают коммунальные и другие насущные проблемы, проводят спортивно-массовые мероприятия, праздники и многое другое. Таким образом, горожане включаются в социально-экономическую жизнь территорий, изменяя их облик. Мы встречаемся с жителями, проводим совместные мероприятия, встречи, конференции, собрания родительских комитетов, творческих коллективов и так далее. Нам пишут в группе в социальных сетях, в группе ТОС «Октябрьский» ВКонтакте, лично задают вопросы и так далее. Все жители, они ежедневно сталкиваются с этими вопросами и готовы предложить свое решение. Мы все вопросы, весь спектр вопросов обобщаем и передаем, либо решаем сами при возможности, либо передаем для решения в мэрию. И уже от них получаем какое-то определенное решение, понимание, что можно сделать, что нельзя, какая работа уже делается. Чтобы создать ТОС, необходимо сформировать инициативную группу граждан, которая обратится в Гордуму с предложением об установлении границ территориального общественного самоуправления. После установления границ инициативная группа проводит конференцию жителей данной территории. Конференция принимает решение о создании ТОС, дает ему название, утверждает устав, структуру выборных органов и избирает их. Устав и протокол в течение 10 дней передается в администрацию города для регистрации ТОС. У нас проводится оперативное совещание два раза в месяц с руководителями ТОСов, на которых рассматриваются все самые сложные, самые проблемные вопросы, возникающие на отдельной территории. То есть в процессе деятельности ТОСов у них есть не только замечания, есть и предложения по организации дворовых праздников, по организации спортивных мероприятий. С 2014 года в Череповце действует проект «Народный бюджет ТОС». Жители микрорайонов, объединившиеся в общественное самоуправление, участвуют в распределении средств городского бюджета на проекты, которые они считают первоочередными для своей территории. Никто не прибежит вам не потратить 2-3 миллиона на вашу территорию. Так просто. ТОС является глазами. То есть он власти может показать, что нужно, что болит в этом микрорайоне. То есть, допустим, возникают какие-то проблемы, их не всегда можно увидеть из мэрии. Люди, живущие на этой территории, они видят, где это произошло. И, соответственно, общаясь с Советом, мы эту информацию выносим дальше, на высший уровень. Там уже, соответственно, принимаем решение. Да, можно. Да, можно. Но не сейчас, а в следующем году. Нет, нельзя. На третьем форуме лучших муниципальных практик, который прошел в 2015 году в Перми, проект «Народный бюджет ТОС» был назван одним из самых интересных. Опыт Череповца по развитию территориальных общественных самоуправлений вошел в интерактивную карту лучших муниципальных практик. Я думаю, что очередным этапом развития ТОС должно стать создание ассоциации ТОС, дальше уже регистрация юридического лица для того, чтобы уже мы могли рассматривать вопросы и в том числе финансовой поддержки. Следующий шаг – это уже более такая серьезная ступень развития, регистрация юридического лица и создание вот такого института развития, который предусматривает в том числе выход на какие-то программы поддержки. И можно уже выходить в небюджетное финансирование в виде грантовой поддержки. Поддержать инициативных жителей Череповца решила и одно из крупнейших предприятий города. «Северсталь» намерена построить на территории действующих ТОС 18 детских и спортивных площадок. В будущем к проекту могут подключиться и другие предприятия и организации. На первый взгляд может показаться, что решаемые ТОС-вопросы не такие уж и серьезные и значимые, но они делают более комфортной повседневную жизнь череповчан. Объединившись, люди перестают быть просто соседями, становясь активными участниками процесса развития города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова